Мы очень рады. Я надеюсь, вы видели, что мы гостеприимные хозяева. Но очень хочется, чтобы вы немножечко побольше узнали о ресторане. Потому что это не просто ресторан, это не просто поварская команда, это не просто интерьеры, это не просто на берегу озера. Вот обо всем об этом непросто. Сейчас нам расскажет Елена Васильевна, замечательный наш сотрудник, который очень-очень долго у нас работает. Кто-то ее сегодня уже видел. Она гид-экскурсовод высшей категории, наш архивариус. Она знает все об истории Абрама Дерсу. Елена Васильевна. Добрый вечер. Вы знаете, мы находимся с вами не просто в очень уютном месте, а это историческое место. Я бы сказала, что точка начала соординации Абрама Дерсу. Не потому что здесь, спустя Абджингу, после учреждения, уделяем времени Абрама Дерсу, было построено первое капитальное здание, в котором разместился главный управляющий, уделяем времени. Дмитрий Васильевич Пиренко, он же начальник Азова Черноморского округа. Здесь же жил потом позже Пиренко и гейдук Федор Иванович, тот самый, который написал золотую грамоту Черноморского побережья. Там, где он написал, что эта местность пригодна лишь для возделывания культуры виноград, и что в самом скором времени здесь будет открыта новая Калифорния для вина. Ну, в общем, так и произошло. Почему можно считать это место в высшей степени историческим для Абрама Дерсу? Когда мы говорим о виноградческой славе Абрама Дерсу, она начиналась здесь. Не конкретно в Абрама Дерсу, а именно здесь. Потому что первое виноделие Абрама Дерсу провели в 1877 году. С трехлетней в Лозе собрали небольшой урожай. В подвальчике исторического здания провели первое виноделие. Самым примитивным столством. Можно даже сказать по-домашнему. И в архивах сохранились документы, рассказывающие об этом периоде. Приготовили в тот год всего 42,5 ведра вина. Тогда вино на ведра медленные. Так что вот все начиналось именно здесь. В то время, когда князь Галицева, Меф Сергеевич, был во главе виноделия у Деревого ведомства, во время своих дней длительных командировок он приезжал в Абрама Дерсу. В этом здании ему давали лучшие комнаты. И вечером, после того, как он объезжал виноградники, уютно расположившись в плетенном кресле на берегу озера, с бокалом вина, конечно, он встречал закат. Долгое время в этом здании в любви и согласии жили Эдуард Ведер со своей супругой Верой Ивановной. Тот самый Эдуард Ведер, который создал золотой стандарт лучших тихих вин Абрама, Каберне и Рислинга Абрама. А стараниями его супруги, Веры Ивановны, это здание, это дом Кутапал в розах. Отсюда и название «Вилла Абрама». Опираясь на исторические документы, которые мы нашли в Санкт-Петербургском историческом архиве, это здание, уже новое современное здание, было выстроено бережно, соблюдая архитектурный стиль прошлого здания. И, конечно, это место не потеряло своего очарования. Думаю, вам очень приятно находиться здесь, и я желаю вам приятного вечера. Спасибо.